В этом уроке мы будем добавлять задания, и я вам расскажу о стоп-уроках. Давайте вернемся к нашему тестовому тренингу и возьмем какой-нибудь новый урок. Давайте сделаем новый урок. Есть такая закладочка задания и комментарии. В них есть три калочки. Вы отмечаете, что в уроке есть задание, что этот урок является стоп-уроком, и что вы разрешаете комментировать этот урок. У всех есть разная надобность о том, как этим пользоваться. Например, можно отключать комментарии после того, как вы провели вебинар. Есть галочка «Не показывать комментарии в ленте преподавателя», чтобы люди сами могли общаться. И если вы не хотите видеть, о чем они говорят, то тоже есть специальная галочка. То есть такое тоже бывает. Я, конечно, слежу за всем, что происходит, но не всегда это нужно. Особенно на больших-больших объемах. Особенно на больших-больших масштабных тренингах. Вот, соответственно, первая галочка. В уроке есть задание. Нажимаем. Вы можете настроить, кому виден ответ. Он виден всем ученикам, либо только вам и ученику. Это вопрос приватности ответов, чтобы люди знали, кому это доступно. То есть, если сделать все уроки с заданиями, что они видны только вам и ученику, то будет полное ощущение, что люди выполняют задания, там есть какая-то переписка, но ты не видишь результаты работы других. Бывают такие тренинги, где это нужно. И у нас есть такие, я видел примеры, где это используют. Например, когда требуют паспорт, например, да, показать, или там какую-то отчетность, которую другие не должны видеть. Видят только тренер. К этой галочке мы вернемся чуть позже, когда мы подойдем к стоп-урокам. Дальше. Есть галочка «Принимать ответы автоматически». Также я вам покажу, как я это сделал на своем курсе «Flavers.Flavers». Вот у меня есть два задания «Знакомство друг с другом», в которых я прошу указать город проживания, Instagram, Facebook, ВКонтакте и LiveJournal. Когда девочка заполняет все вот эти задания и отправляет, то это задание принимается автоматически. Оно отображается в ленте уроков как новое, но действия у преподавателя никаких не нужно делать. Вот. Это очень важный момент. То есть, если у вас есть уроки, по которым нужен отчет, но вы его не хотите проверять, но он просто должен быть, вот эта кнопочка очень вам помогает. Здесь вы пишете текст основного задания, и у вас есть дополнительные поля к заданию. Вот, посмотрите, как я, например, сконструировал задание в данном случае. У меня есть большое поле. Вот. Основное поле ответа. Его можно скрыть. То есть, если вы ставите галочку, вот этого поля у вас не будет. И добавляете разные типы полей. Это может быть строка, может быть несколько строк, деньги, это какое числовое значение, число, чекбокс, да или нет, нужен, нужен сайт. И список файлов, и просто загрузка одного какого-то конкретного файла. Вот, давайте сохраним. И сразу посмотрим, как это выглядит в уроке. Вот, пожалуйста, строка, поле, числовое значение в рублях, галочка да нет, возможность загрузить какое-то количество файлов, пожалуйста, и загрузить один файл. Все в зависимости от ваших потребностей. Также вы можете дать описание, строка, текст, деньги. И эти оглавления, они появятся над каждым полем. Вот, соответственно, после того, как вы сделали это задание, поставили, посмотрите, здесь есть еще комментарий, вот, например, если нужно, чтобы люди выполняли только задание и не могли общаться, это легко делается, вы просто отключаете комментарии. Вот, отключить комментарии. Все, люди будут видеть только свое задание. Теперь еще один момент, связанный с выполнением заданий. То, что, например, прикладывать файлы, давайте вот я отвечу на задание. 10, 10, нужен, ну, что-нибудь, давайте, картинку какую-нибудь закачаю. Отправляю ответ. Вот, вот это задание я отправил. У меня ученика, как у ученика, я это выгляду, видится все в таком виде. Я, пока не, пока вы не приняли задание, его я могу отредактировать, да, то есть, если что-то там, я передумал. Вот, и можно здесь вести переписку с преподавателем. А, и написать, что, а вот еще я хотел что-то сделать. Все. Соответственно, если вы владелец этого задания, если вы делали это задание, вы можете прикреплять еще какие-то файлы. Это бывает нужно для обсуждения. Да. Другие люди, если вы сделали задание открытым другим людям, и они могут смотреть, они не могут сюда загружать никакие файлы. Я вам покажу на примере цветочного своего сайта. Вот, допустим, у нас делают букеты. Ну вот, девочка сделала букет. Смотрите, вот она отчиталась полностью. с ней идет переписка по этому букету. Она прикрепляет еще другие фотографии. Фотографии другие пользователи прикрепить не могут. Могут прикрепить только администратор, и учитель, и владелец самого поста. Вот это нужно, чтобы левые чуваки не засирали вам ленту. Это очень важный момент. тоже. Так, дальше. Соответственно, вот мы сейчас перейдем к следующему уроку. Это будет лента ответов, но я вам хочу показать, что в ленте ответов сразу появился вот мой ответ. И можно переписываться со мной из нее, можно принять, отклонить и что-то сделать с ответом. вот это задание сейчас ожидает проверки. Ну, вот это все, что я хотел рассказать про задание. Сейчас я расскажу еще про стоп-уроки. Стоп-урок это такой вид урока, который позволяет не пускать... Стоп-урок это такой вид урока, который позволяет не пускать ученика дальше, пока он не выполнил задание. Все по-разному пользуются этим стоп-уроками. Кто-то каждый урок делает стоп-уроком. Сейчас я вам покажу, как это сделано у меня. Например, вот у меня два первых урока, это стоп-уроки. В одном я узнаю их данные, которые я не снял предварительно, и рассказываю, как у нас будет проходить курс, и, соответственно, они принимают условия, что они все прочитали и все понятно. Вот пока они этого не сделали, следующие уроки им не доступны. Потом следующий урок у меня идет цветы отношений с поставщиками. Он тоже является стоп-уроком, и им не доступны дальше этого урока ни один из уроков, пока они его не сделают. потому что они в данном случае должны найти поставщика. если брать за пример мой аккаунт с мастерами красоты, давайте возьмем какой-нибудь скреты кирилл дизайна, например. здесь у меня потребность выдавать частями большими. Видите, то есть идет все с заданиями, 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 потом стоп-урок. Все. Пока ты не выполнил все задания, ты дальше не двигаешься. Пока ты не выполнил предыдущие все задания, ты тоже дальше не двигаешься. есть три варианта того, что вы именно проверяете. Какие уроки должны быть сделаны или нет. Вы можете сказать, что пока человек не выполнит только этот урок, мы дальше не идем никуда. Второй вариант, пока не выполнит все предыдущие уроки. То есть в данном случае задания даже. То есть если у вас есть наверху задания, и вам нужно их поконтролировать в выполнении, то он должен их сделать все. И только тогда ему будут доступны следующие уроки. Третий вариант, это пока не выполнит все предыдущие важные уроки. Именно поэтому у нас появляется здесь галка, что это задание может быть важным. И среди всех заданий, допустим, у вас 10 заданий перед этим стоп-уроком, вы можете отметить несколько заданий как важные. Например, первое, третье и пятое. Я не знаю, что у вас может быть, но вы можете их отметить. И, соответственно, стоп-урок не будет пускать дальше, пока люди не выполнят отмеченные таким образом задания. Это может быть очень удобно. Этим я пользуюсь в одном из аккаунтов. Это все зависит от метода, от контроля, который вам нужен над учениками. и зависит от того, что они делают и как вы это планируете. Так, ну, со стоп-уроками и заданиями вроде все понятно. Давайте перейдем к следующему уроку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok